всем привет сегодня поговорим об обновлениях инвоксминт 19 ну в качестве стандартного метода обновления вот у меня здесь есть стандартный менеджер обновлений значит проверю я обновление пишет невозможно получить исключительную блокировку на потому что у меня включена программа таймшифт и систем баг все понятно если отключу то все будет понятно а просто здесь я хочу показать вот параметры вот три сверху меня отмечено значит и обновление интерфейс и внутри сверху в обновлениях то есть у меня показано не показывать обновление ядра и всегда обновить выбирать обновление ядра потому что это может всегда грозить большими сюрпризами особенно начинающим пользователям кто не сделал свое время на бэкап уровне посмотрите только два все и не нужно больше как говорится ничего авто обновление раз 28 дней а не каждые два часа 10 минут как предлагает по умолчанию вот таким вот образом галочка устанавливать обновление автоматически снята я сам знаю что мне нужно и посмотрела нужно ли это мне вот таким образом это значит вот вам параметры которые можете у себя поставить поэтому если нет обновлений так значок менеджер обновления вот здесь на верхней линейке на верхней панели он и не показывается а естественно значит есть программа которая называется укая или юкая систем вот она на также очень корректно устанавливать необходимое обновление но перед тем как делать какие-либо обновления всегда вот должна быть копия создана систем баком вот у меня на другом разделе вернее даже на другом жестком диске у меня значит есть копия мало того на данном разделе жесткого диска опять таки у меня есть копия дальше значит а программа систем таймшифт также значит есть сделанная копия но сегодня шестой вот чай я сделал копию то есть практически перед тем как идти на какие-то такие крупные более или менее обновления всегда должны быть сделаны бэкапы желательно и на внешнем жестком диске вот у меня есть два диска на компьютере один на там 500 гигабайт это sata s3 очень твердотельный жесткий диск а есть просто терабайт ник значит жесткий диск внутренний вот на нем я все эти копии храню и плюс еще на внешнем жестком диске также то есть без надежной копии вашей системы и делать нечего а если есть винда ну то нужно еще будет там одну из программ например акронисом сделать бэкап и также его хранить на жестком диске на внешнем там или на внутреннем но чтобы у вас всегда вы могли восстановиться вот практически все дальше значит а вот на под любым моим видеороликом всегда имеется ссылочка на мой сайт вот идете сюда нажимаете на крок попадаете на крок идете программы для линукс его здесь вот-вот и укая система правой кнопкой левой кнопкой скачали теперь будем эту программу ставить загрузки ну посмотрим свойства ну еще ему и так вывод разрешения дам ну двойной клик делаем а пишет что у меня уже эта программа установлена значит я ее вставил давайте тогда просто-напросто поищем ее в менюшке вот здесь я просто-напросто заведу юкая или укая вот всего лишь три буковки набрали нажимаем тут нужно будет пароль завести сейчас я пароль заведу пароль я завел здесь вот пока закреплю ее и вот все программа пошла как говорится обновляться обновлять все пакеты там список зеркал там практически все что только может делать вот я пока прервусь и когда программа будет что-нибудь там спрашивать я буду возвращаться и так вот пройдем до конца и так программа закончила обновляться ни разу там не выскочила окошко там и не спросила мне ни о чем и вот ее краткие сообщения закончено обновление пакетов и системных библиотек готово готово пишет обновлено 0 установлено 0 для удаления отмечено 0 и 0 не было обновлено то есть практически и менеджером обновлений это все было сделано нормально но это почему потому что я значит запретил в менеджере обновлений обновление ядра потому что я вот заметил такую штуку что значит с ядрышками иногда бывают проблемы очень просто это показать вот смотрите вот у меня сейчас стоит версия ядра 4.14 на которой у меня все работает нормально вот обновление ядра линукс дальше вот у меня 4.14 а здесь вот 4.18 пишет что будет поддерживаться до августа 2019 так а вот 4.15 посмотрите до апреля 23 года а это уже практически не поддерживается ну давайте я пойду сюда но опять таки и здесь я помню у меня вот на этом ядрышке вот 4.15.20 пишет что оно не хочет заменяться а 46 ну это удалить старое ядро ладно а вот это я могу установить а вот уже то которое у меня работало нормально вот этого тут уже видите ну-ка-ну-ка вот 4.15 вот на этом у меня все скажем так работало нормально ставлю его вы уверены что хотите установить ядро да уверен ну опять таки просит программа значит пароль заводим пароль и ждем когда значит все это дело она установит затем мы перезагрузимся и посмотрим будет ли все так сказать нормально работать или будут какие-нибудь чудеса обратите внимание вот на эти словечки что до какого года поддерживается потому что даже вот самое последнее ядро этого они там уже сделали да а поддерживается только до августа то есть буквально там пару месяцев а вот где-то написано поддерживается до 2023 года ну вот здесь я бы уже как говорится вам и порекомендовал бы итак заканчивается установка ядра ну здесь вот можно посмотреть подробности там как и что все практически все дело тут уже сделано можем зайти вот еще вот сюда администрация в группу кастомайзер посмотреть как это дело будет выглядеть здесь так вот это вот у меня было со старым ядром а вот ядрышка 4.15.20 ну определила она как Ubuntu с таким-то ядром это уже скажем так не столь принципиально и сейчас я попробую загрузиться перезагружусь и попробую загрузиться вот с этим ядрышком вот смотрите пока у меня старая которая вроде бы уже не поддерживается но на котором все как говорится работает дай боже и так я перезагрузился вот видите у меня ядрышко теперь 4.15.0.20 то есть я никогда не гоняюсь за самыми там модными и современными версиями ядра беру золотую середину и смотрю чтобы поддерживалось там на несколько лет вперед значит еще раз обращаю ваше внимание вот смотрите сюда обновление вот обновление ядра далее вот внимательно последняя версия ядра 4.18 ну до августа сейчас март март апрель мая июнь июль август полгода а здесь все эти версии поддерживаются до апреля 23-го года причем у меня рабочая версия была вот 4.15.20 пишено что оно активно вот и поэтому в принципе меня это устраивает я немножко сейчас все это дело потестирую а потом удалю старые ядра и останусь тогда вот на этом ядре то есть вот внимательно всегда вот будьте при настройке обновления и так далее и вообще обновлять ядра вам рекомендую вот по такому принципу что смотрите должно поддержаться там ну скажем там на 4 там на 3 на 4 там на 5 лет ядро вот не гоняйтесь за самыми последними версиями дальше несколько раз у меня бывала такая штука что когда включился компьютер и вот еще до появления коночек я сразу нажимал на кнопку стейсера и вот после этого у меня начинались там всякие чудеса на предыдущем ядре до обновления у меня было 7.3 посмотрим что здесь вот если где-то цифры видите там можно ставить галочку значит практически кроме последней кроме корзины траша вот пожалуйста можно поубирать все ненужное нажимаете на кнопочку убрать заводите на свой пароль нажимаете на кнопочку аутентифицировать и вот 300 мегабайт значит он вроде бы как освободил здесь тоже есть значит вот такие вот варианты здесь вроде бы ничего там особенного и не поменялось если продолжить можно значит он останется значок вот здесь зайти в настройки в настройках вот смотрите значит при переполнении при перегрузке процессора допустим больше чем на 80% пусть мне выскакивает всплывающее окошечко если память будет перегружена больше чем ну на 80% тоже пусть выскакивает ну и переполнение дискового пространства вот этот корневой диск у меня он SDA8 ну сколько ну допустим если он на 50% будет перегружен пусть у меня значит автоматом выскакивает сообщение могу еще в автостарт его поставить вот и если у меня сейчас будет переполняться корневой раздел более чем на 50% у меня выскочит сообщение вот таким вот образом продолжать да продолжать то есть программа с одной стороны хороша но вот пару раз у меня бывало что до появления вот компьютер стартовал я зашел в Linux до появления значит коночек нажимал на стейсер после чего у меня значит он там показывал что что-то там нашел я это дело очистил но у меня вот корневой раздел начинал безумно расти и переполняться до нуля когда я нажимал на кнопочку выключить или перезагрузить у меня значит по экрану бежал длинный список длиннющий строк и практически система выключаться или перезагружаться не хотела поэтому просто вот из практического опыта могу вам подсказать что там сборку там свою или мою там вы настраиваете сделали коночки там поставили вот эти программы для очистки стартовали дождитесь пока появятся конки только после этого нажимайте на стейсер и там подчищайте хвосты вот вторым пылесосиком которым я обычно пользуюсь это Ubuntu Cleaner вот вот он нашел два старых ядра но я пока ничего делать не буду почему потому что я еще понаблюдаю как устойчиво у меня будет работать эта сборка программу УК я могу открепить потому что она скажем не предмет моей повседневной как говорится деятельности вот но я посмотрю понаблюдаю значит за этой сборочкой причем до 23 года собственно говоря если у меня будет все нормально работать я больше и не буду особенно волноваться то есть вот на такие моменты я всем вам рекомендую обращать внимание в частности на все эти обновления еще я заметил такую штуку еще одна программа которая вызывала безудержный рост корневого раздела на моем на продательном жестком диске SATA 3 это была программа ABS студия все ставил ее там сразу объем поначалу возрастал до 9 где-то гигабайт всего и корневой раздел ползуночек за пару минут буквально добегал до нуля то есть переполнялся корневой раздел вот поэтому всегда посмотрите и всегда делайте бэкапы то есть если вы настраиваете программу если у вас все работает нормально если у вас есть бэкап созданная программа SystemBug и программы TimeShift да еще и на других жестких дисках или на внешних или на внутренних то есть у вас есть возможность откатиться назад если что-то прошло не так да плюс еще и флешка там имеется тоже загрузочная на которую установлен SystemBug допустим на TimeShift для вас тогда не составит никакой проблемы откатиться на шаг назад вот и все а так значит я считаю что самое основное я вам рассказал и показал как пользоваться программой UK или UK дальше как настраивать обновления ядра в программе менеджера обновлений вот ну и какая должна у вас быть скажем так разумная политика что нужно выбирать там обновление которое будет ядра поддерживаться скажем до 2023 или 2024 года не гоняйтесь за полугодовыми кто там на пике стоит кому там это самое очень не имется но опять таки политика одна сделал вкап иди он проверяет самую новую версию ядра которую могут поддерживаться несколько месяцев вот в этом плане значит пользователи разные но большинство вполне скажем так разумно консервативные люди которые просто хотят нормальную надежную машину чтобы автор взял и настроил и 4-5 лет без особых крупных обновлений иногда периодически конечно системы будут проситься делать обновления вот этот значок менеджер обновлений там будет выскакивать но если у вас настроено чтобы он вам показывал только то что важно для вашей системы чтобы у вас ничего если летало то делаете вот таким вот образом параметры я вам для менеджера обновлений также дал ну ладно вот еще один маленький нюанс значит если вы видите что у вас идет безудержное увеличение корневого пространства допустим вот у меня видите стабильно там 7.7 а если начинается там за 2-3 минуты догоняться там до нуля то это как правило значит несколько файликов это kern.log и c-slog и ничего толком не помогает зато если вы перезагрузитесь и пойдете на винду и начнете загружать винду то она вас тут же запросит проверку дисков вот от нее то вы и не отказываетесь потому что она там все возьмет подправит вы зайдете винду перезагрузитесь попадете снова на свой минт но у вас уже перестанет значит расти размер корневого раздела и будет держаться стабильно это вот чисто из практики там как это дело объяснить я не знаю но винда подправляет вот такие вот ошибочки а так значит практически если вы видите вот что у вас начинает все это дело увеличиваться увеличиваться и буквально там за несколько минут добегает почти что до нуля вы начинаете выключать компьютер к экрану бегут строки бесконечные и вы его не можете выключить принудительное выключение заход на винду проверка всех дисков обычно она сама это предлагает но даже если нет зашли на винду попали там на диски и проверьте все там возможные там диски вот после этого как правило все работает нормально ну ладно я на этом с вами прощаюсь желаю вам всего самого доброго и до новых встреч